Первые встречи, первый экзамен. Я могу на законных основаниях обратиться практически в любой государственный орган. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва впервые принимали граждан по личным вопросам. Сыновья уходят в бой, люди на болоте и я родом из детства. Каждый кинематографист, каждая новая картина, это, конечно, своеобразный экзамен. Сложный, трудный, тяжелый. Бобруйский еще раз вспомнил историю белорусского кинематографа. Ретроспективный показ работ режиссера Виктора Турова ознаменовал 20-ю годовщину со дня смерти белорусского мастера кино. Все смешалось на дорогах Бобруйска. Автомобили, мотоциклы и пешеходы стали участниками многочисленных дорожно-транспортных происшествий. Пять человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести. В чем дело Бобруйчане, озадачилась вопросом Диана Унфольд. Ирина Рынейская и Виталий Власевич впервые после получения депутатского мандата провели прием граждан в своих избирательных округах. О вопросах и путях их решения на депутатском уровне Диана Унфольд. В администрацию Первомайского района пришел бывший белшиновец к бывшему белшиновцу. Сегодня безработный Дмитрий Панкратьев обращается за помощью к депутату парламента Виталию Власевичу. Пытаюсь устроиться на Белшину, но получилось, что не подтверждалось, что у нас семья многодетная. Здесь этот вопрос, я смотрю, решаем. Для депутата Власевич это первая встреча лицом к лицу со своими избирателями. На прием предварительно записались шесть человек. Немного волнуюсь, признался Виталий Эдуардович, но готов выполнять свои предвыборные обещания. Дмитрия Михайловича, подтверждение его статуса многодетной семьи, ну и дальнейшая постановка его, в том числе и с учетом этих оснований, в наш центр занятости на учет. Определенная категория лиц может быть трудоустроена в счет квоты. В том числе в эту категорию подпадают многодетные семьи. В юридических и бытовых коллизиях депутат Власевич будет разбираться вместе с помощниками. Какие-то вопросы решатся в кабинете, по какому-то нужно будет выехать на место, где образовалась проблема. Жители переулка Бахарова делегировали к их избраннику своего активиста. Хотели, чтобы нам как-то благоустроили переулок. По какой причине? Потому что в связи с движением, так как там гравейка, у нас там страшная пыль. Вопросы касались работы нелегальных таксистов, будущего для спортивного клуба и развития инфраструктуры в маленьком переулке города. Депутат Ирина Рынейская в администрации Ленинского района рассматривала исключительно вопросы трудоустройства. Приходят люди, которые действительно не знают нормативно-правовой базы, но это люди, еще раз подчеркну, в большей степени либо же молодые, либо же предпенсионного пенсионного возраста, до которых, может быть, изменения в законодательстве доходят не так быстро, как хотелось бы. С письмами счастья в этот день пришли двое. Налог на тунеядство Бобручан застал врасплох. В 2015-м работал, но фирма, как выяснилось, налоги не выплачивала. Итог – долг государству в 360 рублей. Оплатить до 15 ноября. Подобные вопросы, по словам Ирины Рынейской, очень острые, и решить их на приеме в одночасье невозможно. Приемы хоть и эффективная форма решения проблем избирателей, но во многих моментах это результат некомпетентности ниже стоящих органов, считает депутат. Работая долгое время в органах госслужбы, могу смело сказать, что ряд проблем можно было не допустить, если бы на первичном звене, в организациях, в учреждениях, на предприятиях соответствующие службы сработали бы четко, грамотно и по существу. И количество людей, обратившихся на приемы в более вышестоящие организации или к должностным лицам, работающих в этих организациях, конечно, бы было значительно уменьшено. Но народные избранники по-прежнему будут ходить в народ. Следующий прием с депутатами Палаты представителей национального собрания Ириной Рынейской и Виталием Власевичем пройдет уже в эту пятницу в администрациях Ленинского и Первомайского районов Бобруйска. Точное время и телефоны для записи можно будет узнать в свежем выпуске газеты «Бобруйское житё». Диана Унфальт, Ангелина Дикун, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Туровская осень в Бобруйске. Памяти выдающегося белорусского режиссера в городе прошла встреча зрителей с дочерью Виктора Турова. Воспоминания об отце, карьере и будущем белорусского кино гостья поделилась с Ангелиной Дикун. «Люди на болоте» – одна из самых известных картин Виктора Турова. В списке и «Война под крышами», и «Воскресная ночь», «Я родом из детства». Его фильм «Через кладбище», единственный из всех когда-либо снятых в Беларуси, занесен ЮНЕСКО в число 100 лучших фильмов мира. В этом году 20 лет как ни стало народного артиста с СССР и Беларуси. Каждая новая картина – это, конечно, своеобразный экзамен. Сложный, трудный, тяжелый. Сегодня о выдающемся режиссере говорят не только его работы, но и творчество талантливой дочери. Елена Турова – известный режиссер. Она снимает как анимационное кино, так и художественные фильмы для детей. Пишет стихи и тексты для песен, которые поют многие белорусские исполнители. Главное для меня, чтобы в фильмах, пусть даже если они, пусть даже они не о веселых вещах, может даже о каких-то трудных и даже очень грустных, чтобы в них никогда не было безысходности, чтобы в них был все равно вектор надежды. Это я и в своих фильмах стараюсь делать, хотя у меня кино такое, наверное, более, может, легкое, детское, все-таки сказочное. На встречу со зрителями Елена Турова призналась – сегодня белорусское кино переживает не лучшие времена. Замахиваться на Голливуд не приходится. Необходимо искать свой язык, свои таланты, свой почерк. Фильмы «Кустурицы» та же, скажем, Сербия выстрелила настолько ярко, совершенно ни с чем не спутаешь. Вот жанр, вот пришла личность, вот жанр дал зазвучать стране целой. Вот через… Они как бы заговорили, как будто увидели эту Сербию вот изнутри. Рядом с Еленой – ее дочь Ника. 14-летняя актриса уже 10 лет в эпизодах. Иногда исполняет и главные роли в картинах белорусских режиссеров. Внучка легендарного режиссера мечтает о возрождении белорусского кино и головокружительной карьере кинозвезды. Недавно был такой проект, как «Эксперимент» про, собственно, зависимость детей нашего времени, очень сильные от разных телефонов, компьютеров. Это тоже была, естественно, комедийная такая постановка, не совсем она прям очень серьезная. То есть там была уже одна из главных ролей. Ну, то есть в основном сейчас больше на короткометражках, но большое кино тоже иногда приходит. «Туровская весна» познакомила бобрычан с творчеством талантливых людей, дала возможность напрямую задать вопрос и прикоснуться к таинству создания великих картин. Ангелина Дикон, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы, штрафы, лишения прав и длительные сроки лечения. Пять ДТП в Бобруйске за несколько дней отличились значительными повреждениями и тяжелыми последствиями. Основные причины – невнимательность и небрежное отношение к правилам дорожного движения. «Что с человеком не делая, он упорно ползет на кладбище», говорил сатирик Михаил Жванецкий. «Сколько не разъясняя, все равно норовят с дороги прыгнуть на больничную койку», добавляют инспекторы ГАИ. За последнюю неделю в Бобруйске пять ДТП, пять человек пострадали. 25 октября пенсионер-кировчанин из-за собственной невнимательности на Део Матис столкнулся со встречным «Фольксвагеном». 19-летний водитель последнего попал в нейрохирургию БЦБ с закрытой черепно-мозговой травмой. 28 октября предприниматель из Бобруйска на мотоцикле БМВ без техосмотра пошел на обгон, не справился с управлением и столкнулся с авто «Ситроен». Сейчас мотоциклист залечивает раны в хирургическом отделении БЦБ вместе с участником еще одного ДТП. «В час сорок водитель транспортного средства двигается на автомобиле «Фольксваген Пассат» на улице Железнодорожной в районе дома 100 совершил наезд на пешехода, стоящего на проезжей части. При этом пешеход не был обозначен светоотражающими элементами. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения». Утром того же дня 30-летний житель Бобруйского района пьяный и без прав на автомобиле без техосмотра наехал на световую опору, попутно сломав забор дома на обочине. Девушка-пассажир попала в нейрохирургию. «Данный водитель привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения целых 12 раз. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 установленных базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на три года». В воскресенье вечером не поделили дорогу две представительницы прекрасного пола. 30-летняя Бобруйчанка на лянче без техосмотра сбила 50-летнюю жительницу города на Березине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без опознавательных знаков. Стоит ли говорить, что пешеход отправилась в реанимацию БЦБ? С начала года в Бобруйске произошло 28 ДТП с участием пешеходов. 27 человек травмировано, один погиб. За несколько дней участники дорожного движения, кажется, умудрились нарушить все основные пункты ПДД. Езда в пьяном виде, без прав, без техосмотра и пешеходы без световозвращающих жилетов. Сейчас по фактам проводят проверку сотрудники отдела госавтоинспекции и следственного комитета, а пострадавшим предстоит длительный лечебно-реабилитационный период. Диана Унфальд, Иван Боровой, сегодня в Бобруйске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова